К нам присоединяется Николай Маломуш, генерал армии Украины, бывший руководитель службы внешней разведки. Николай Григорьевич, приветствуем вас в эфире информационного марафона Freedom на телеканале UA. Здравствуйте. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Давайте мы все-таки вот с того, что я сейчас озвучила, мы поговорим о том, что пишет New York Times, что российские вооруженные силы фактически так подталкивают, это так, как New York Times утверждает, преждевременному контрнаступлению со стороны украинской стороны. Но в то же время я хочу вспомнить слова и советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который, во-первых, он разделил, сказал, что всю официальную информацию по поводу контрнаступления должен давать главнокомандующий и генеральный штаб Украины. Но в то же время сказал, что Украина уже определенное время ведет контрнаступление, но без деталей, потому что мы понимаем, почему все-таки это должно быть от официальных источников и в данном случае от генерального штаба Украины. Про что идет речь? То есть как правильно тогда делать корреляцию? Уже ведутся на определенных направлениях контратаки, но в то же время мы видим от New York Times, который утверждает, что российские вооруженные силы подталкивают украинские вооруженные силы к преждевременному контрнаступлению. Что означает в данном случае преждевременное контрнаступление? Я вам скажу, что преждевременное, в данной ситуации четко определяется нашими стратегическими успехами, когда действительно мы можем реализовать очень четкую позицию. Она выслана не подалеком, а президентом Украины. Он дал указание освободить юг Украины. Примерно месяц назад он четко обозначил для залужного и для силового блока Украины, чтобы провести эти операции. Вот как раз сама суть операции, и, конечно, направления главного удара, они секретные. Поэтому, когда она будет, это нужно определяться исходя из готовности, во-первых, вооруженных сил Украины. Соответственно, подготовка не только личного состава и, может быть, новых резервов, которые сейчас уже сконцентрированы. Мы уже говорим о том, что около миллиона военнослужащих в рядах вооруженных сил и в своих структурах Украины. Это уже нельзя говорить, что Россия имеет явный перевес. Нет. Мы уже имеем, по-страдистски, мы перевес имеем. В отдельных направлениях частях, да, Россия еще имеет. Но если мы в целом говорим, и подготовка к специальным операциям, тем более наступателям, мы уже имеем человеческий потенциал, подготовленный. Он проходил место обучения, и тут, и за рубежом. Сейчас важнейшая составляющая, что все отмечают коллеги мои, это, конечно, новейшая техника вооружения, о которой мы неоднократно говорим. И это уже не просто хаймерсы, их там 5-12, их можно, хотя бы 30, соответственно. Это новые дальневойная артиллерия, это самоходные установки. Какие? Это буквально сегодня и вчера британские, сегодня немецкие, уже мы говорим, марсы, которые бьют до 120 километров и больше. Это мощнейшие габицы, которые уничтожат то, что важно, что необходимо от критерий наступательных операций. Когда мы уничтожим вот эти валы, раду, смерчи и ураганов, которые имеют, если в целом, миллионы зарядов, поэтому они их посыпают и города, и села наши, и фронтовую зону полностью. Когда мы их будем уничтожать на расстоянии 80 километров, они бьют 30-40 километров максимум. Соответственно, все, уже будет конец не только складам, мы говорим бастам, а как раз вот той уже реальной боевой технике и ракетным вооружениям, которые будут уничтожать, если будут наступать наши вооруженные силы в Украине. Поэтому вот эта составляющая, которая сейчас группирована, а мы говорим, это примерно в сроках не говорят, мы в сроках конкретно говорим. Это был июль-август, когда мы должны получить технику вооружения. К этому времени готовились, соответственно, за рубежом наши военспецы, высококлассные бойцы, наши командиры. И вот эта ситуация наступает на контратак. Единственная проблема, то, что американцы говорят, вот нас хотят с первого сыра раньше. Да, моды хотели. Но в данной ситуации мы все это воспринимаем и понимаем, потому что переброска новых сил – это, конечно, проблема большая для Украины. И поэтому мы должны выбрать в то время, когда они еще не успели подготовить свои мощные позиции, подготовить очень большие резервы. Сейчас небольшие резервы сравнительно поступают. Поэтому мы еще можем очень легко справиться с ними. Конечно, то, что несколько мест еще будет. Россия сейчас готова по всей Российской Федерации мобилизацию, технику по каждой губернии, новые батальоны по Москве, Санкт-Петербургу по три, по четыре. Это могут еще 60 тысяч плюс быть. Старой техникой, но их много. Поэтому тут нужно идти вот как раз ту золотую истину. Не слушая там «Мёрт Таймс» или там «Угрозы россиян». А когда действительно мы уже готовы и нанесем удары на голову. К этому времени мы и мосты уничтожим, и склады, и штабы. Ну и тогда уже будут, конечно, очень взрослые наступательные операции. Это будут и глобальные наступательные операции, и тыловые, и фланговые диверсии уже непосредственно на местах оккупации. Вот это будет начало большого нашего наступательного скачка, который служит большим нашим победам в веке сопротивника. Если это мы сделаем или на Херсонском, мы сейчас не будем расшифровывать все напрямки, или в Запорожском, или в Харьковском, или в третьем напрямке, это будет очень важнейший успех, который начнет именно создавать условия наступательных операций на других направлениях. Если рушится большой фронт хотя бы в одном секторе, например, в Херсонском, и мы закроем группировку, или она побежит, например, через Чангар, это уже и перспектива по Запорожью, а перспектива тогда была и по Харьковской, и даже по Донецкой и Луганской области. Вот так нужно сейчас формировать стратегию. Я думаю, что она справилась и Верховным командующим, и нашими специалистами Генерального штаба Украины. Это чрезвычайно важнейшая составляющая и переломный момент может быть, я думаю, где-то в августе-сентябре. Вот если мы говорим, она будет на части уже, как мы говорим, эти все действия, чтобы еще и Россия не укрепилась, да, она локально будет там посылать, но она не будет еще иметь системных моделей по всем направлениям защищаться. А мы будем иметь перевес и в живой силе, и в технике, и в своем новейшем вооружении, которое будет уничтожать все их средства, которые имели перевес десятки раз в отношении Украины. Николай Григорьевич, в связи с этим хочу привести еще одну цитату, которую хочу с вами обсудить. Россия испугалась украинского контрнаступления на оккупированном юге. Об этом заявил представитель Урминобороны Украины Вадим Скибицкий. Он уточнил, что российская армия сейчас перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма. В дальнейшем их планируется применить на юге Украины. Также, по словам представителя военной разведки Украины, две недели назад россияне вывели из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросили их в оккупированный Херсон. И вот тут тогда непонятно, только что вы говорили про успехов. Да, давайте сейчас послушаем и продолжим. Россияне увеличивают численность своих войск, готовятся к нашему контрнаступлению на юге и, возможно, готовятся начать собственное наступление. Юг для них ключевой, прежде всего из-за Крыма. Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки, Министерства обороны Украины. И вот тут интересно, и то, что вы говорили о нанесении точных ударов по Антоновскому мосту, который находится за Херсоном через реку Днепр, и повреждения железнодорожного моста. Ну, как бы должен посыл быть понятен российскому командованию, что, в принципе, отрезаются пути к отступлению. Вместо того, чтобы выводить войска, российская армия, наоборот, накапливает войска в том же Херсоне, только что я процитировал господина Скибицкого. Почему? Где логика тогда? Потому что Российская Федерация четко просчитала, что Херсон, мы имеем только сейчас одну точку, хотя я говорю, что в многих других местах, это ключ нашей победы, большой победы. Если мы пересекаем все коммуникации, берем полуокружение и окружение, а это пойдем по другим направлениям и перекроем аж до моря, это путь к большим окружениям, это большие операции, это предпосылка к бегству российских войск, потому что, я просто скажу, если не почувствовать, все перекрыто, все, так сказать, под огнем, и, соответственно, мы перекрыли уже и танками, и БТРами все, так сказать, поля, куда они могут бежать, они в мышеловке. Поэтому Россия понимает, что напряжение там растет, там уже паника. Чем поддержать? Им этот убрать блок угроз? Это, конечно, новыми войсками, новой техникой, новым вооружением, новыми ракетными средствами. Они туда все бросают. Они поняли, что сейчас уже даже будет не на Донбассе решаться задача основная, как они хотели решить, а, возможно, на юге. Поэтому меняют именно стратегию и меняют, соответственно, уже все средства, которые идут из Крыма, из Донбасса, уже на Херсонское и Запорожское направления. И отплекающие удары будут проводить и по Харьковскому направлению, и еще по Донецкому будут, конечно, продолжать. Но сейчас, я так понимаю, дали задачу удержать Херсонскую область. Вот этот вариант они просчитали. У нас есть очень разные варианты действий. Мы их не будем расшифровывать, но они могут так сработать, что это будут еще очень неожиданные, очень мощные удары уже по группированию противников тех регионов, которые не ждут. Этому вот ключ как в Херсонском, так и в других направлениях. Я думаю, что это сейчас выбранная стратегия нашей военной силы, что они создают очень большие предпосылки к наступлению в нескольких регионах, очень правильно. Противник дезориентирован, он мечется. Он сейчас не может сгенерировать все основные силы в каком-то направлении. Или в Донецком, или в Запорожском, или в Харьковском, как они хотели штурмовать Харьков. Но они пытаются угрожать нам. И не только просто через оперативные каналы подают информацию, даже до американцев, но и уже перемещение войск. Это один способ маневрировать войсками, направление на те удары, где озвучены как главные удары. И, соответственно, уже идет дезорганизация. Это важный сигнал для нас, что противник боится. Противник не готов к широкомасштабной борьбе, а мы, накапливая сил и средства, уже готовы и к системной обороне, и направлению главного удара. Вот тут важно, чтобы это сработало очень внезапно, очень эффективно, подготовив все возможности, уже полученные от зарубежных партнеров. Тогда будет прорыв колоссальный. И перспектива, успех очень велика. Сегодня вспоминали «Нью-Йорк Таймс», и вы действительно тоже на этом акцентировали внимание, вспоминали и «Хаймарсы», о том, что нам их нужно больше. Я сейчас для всех озвучу министра обороны Украины. Господин Резников официально в своем твиттере написал, что Украина сегодня еще и получила 4 дополнительных установки «Хаймарса». Это к тому разговору, про что мы говорили и про «Нью-Йорк Таймс», который указывает, что контрнаступление – это ок, но нужно еще дождаться и дополнительного вооружения от западных партнеров. Вот сейчас это продолжаются эти процессы. Поэтому мы про это тоже будем с вами продолжать еще и говорить. Я хочу сейчас, чтобы мы поговорили в продолжение темы. Ранее глава Украинского оборонного ведомства Алексей Резников уже озвучивал то, что сегодня к нам пришло и из Германии, но и тоже добавлял, что нам удастся отбросить оккупационные войска, но нам нужно полсотни единиц «Хаймарса» для эффективного контрнаступления по всей линии фронта, не менее ста. В свою очередь в США назвали ориентировочное количество «Хаймарс», на которое Украина сможет рассчитывать в ближайшее время. Глава Комитета по вооруженным силам Палаты, представитель США Адам Смит сообщил, что это может быть до 30 таких систем. Давайте тоже послушаем. Мы готовы дать Украине столько установок «Хаймарс», сколько сможем. Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами по всему миру поддерживают Украину, оказывая экономическую, военную и гуманитарную помощь. Мы будем продолжать искать способы максимально эффективно поддержать президента Зеленского и украинский народ, продолжающий свое мужественное противостояние. Адам Смит, глава Комитета по вооруженным силам Палаты, представителей США. Ну, давайте, то есть, коротко здесь тоже вашу оценку и комментарии, хотя мы, в принципе, уже про это с вами детально поговорили. Мы видим, что поддержка со стороны наших западных партнеров, она продолжается. И хочу у вас еще спросить, что нам нужно еще дополнительно от западных партнеров для того, чтобы контрнаступление было успешным для украинской стороны? В первую очередь, вся стратегия поставки вооружения определяна на последнее заседание рамштейнской группы, министра обороны, 50 стран. Это важнейшая составляющая, и мы тут имеем очень четкую перспективу по Хаймерсам, до 30 штук. Но страны НАТО решили аналогичные средства еще, так сказать, сгенерировать в разных странах. Это с Британии, это Германии, это Франции, это частично, так сказать, из стран с Кардинавией, и вот некоторые снятия в Центральной Европе. Вот это закрытая часть, это, конечно, было обсуждено, как это быстро будет. Решили, что несколько недель. Вот как раз я почему указывал на то, что нам необходимо еще август и, соответственно, сентябрь, что можем уже проводить мероприятия, что это и ракетные средства типа Хаймерс, это очень новейшие средства, там, сказать, немецкие сейчас, также Марсы, которые очень мощно бьют до 120 и 300 километров, точно так же. Это, конечно, дальнебольные ГАГБИ, 120 километров могут бить, ну, некоторые на 60, в зависимости от заряда. Это, конечно, радиоакционные средства, они действуют и в отношении авиации, и, конечно, в отношении всех средств поражения бронетанковой техники, и даже С-300, которые применяют. То есть это те системы, которые практически могут контролировать любые пуски, как со стороны России, Белоруссии, например, Каспия и ближайшей, так сказать, фронтовой полосе. Поэтому это то, что стыкуется с нашими гаубицами, с нашими ракетами, с нашими системами ППО, то есть та система, которая и закрывает небо, а с другой стороны уничтожает ракеты. Это очень важнейшая составляющая. Это, конечно, новые танки, это поставляющие сейчас и Германия, и Польша поставила, обновленные, да, с новейшими, так сказать, стандартами НАТО точно так же. Даже некоторые страны типа Гресса тоже поставят танки. БТР новые идут, уже обновленные. Это все идет в общий парк. И вот этот парк, который создают уже сотни машин и сотни единиц техники, новейшие, пятого поколения, прямо скажу. В России это на порядке, на два порядка ниже. Вот это потенциал, который будет служить именно и для обороны, и для наступательных, самое главное, операций. Вот это ждем в ближайшее время, чтобы все оно проведено, адаптироваться. И что отличие от всех систем? Раньше мы получали Хаймерс, там, четыре, то есть единицы. Сейчас мы получаем целые системы, которые закрывают целые направления, а в целом фронты боевых операций. Это при обороне, а при наступательных операциях, это сектора наступательных операций, которые стыкуются между собой, и действуют комплексно. Уничтожают не только живую силу, технику, авиацию, так сказать, все средства, которые имеются в поле зрения, например, этих потужных радиолокационных и систем управления. Вот это перспектива. Я думаю, на ближайшие недели месяцев будут уже подготовлены реализованы. Николай Григорьевич, еще одно мнение. Активные боевые действия в Украине могут продолжиться и зимой. Так полагает бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес. В то же время он считает, что ситуация на поле боя уже значительно меняется в пользу Украины. Давайте послушаем. Я полагаю, что если Запад продолжит доставлять все обещанное более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска до линии 23 февраля, до конца этого года. Ситуация уже значительно меняется в пользу Украины. Я ожидаю, что активные боевые действия продолжатся и зимой. Украина, вероятно, захочет продолжать давление на российские силы, которые, я считаю, истощены. И российская система логистики особенно истощена. Бен Ходжес, бывший командующий силами США в Европе. Итак, Николай Григорьевич, силы истощены, но могут активные боевые действия продолжиться и зимой этого и следующего года. Соответственно, согласны ли вы со словами Бена Ходжеса? И есть ли у вас свой прогноз, как долго могут длиться активные боевые действия? Бен Ходжес, наверное, ориентируется на то, что Россия готовит очень значительные силы для наступательных операций. Думаю, что мы не сумеем до конца просто нанести системные удары по всем фронтам, чтобы вы отбросите Россию и не только на 24-е, а дальше. Поэтому прогнозируют такие сценарии. Я прогнозирую сценарий такой. Если мы сейчас все-таки подготовим все силы и средства, которые сейчас уже практически на взводе, на подготовленные, обученные, тем более подготовленные стратегические операции, мы должны, конечно, провести не просто, как кто-то говорил, такие, знаете, прыжки, как лягушка. В данной ситуации этот формат, да, работает, но он тяжелый. То есть, например, прыгнул, загоним там несколько городов и все, и ожидаем дальше готовимся. Так, это тяжелый вариант. Он может, он работает, но это работает локально. Например, в Арабском Востоке, там, или где-то сколько было, вот так они и боюют. Тут вопрос стоит более глубже. Тут должны асимметричные действия. Мы понимаем Россию, понимаем их, так сказать, стратегию еще чуть ли не Второй мировой войны. Поэтому мы должны сработать так сильно, чтобы мы ее полностью разбили. Для этого нужна и новейшая техника вооружения, ну и новая стратегия, тактика. Она должна быть комплексной. Кроме того, что мы сейчас, да, их отжимая по разным направлениям, генерируем все силы на те направления, где они сейчас именно имеют перевесы, но параллельно готовим удары, те, которые он не ожидает, в разных форматах, с разных позиций. Тут уже нужно очень глубинно просчитать, где силы специальных операций будут действовать, где спецназы будут действовать, где диверсионные группы в одномоментном. И где мы будем наносить удары по всем уже системам коммуникации, складов, логистическим центрам. Это на протяжении нескольких суток должно быть отработано мгновенно. Тогда перспектива успеха окружения большая. Бегство, соответственно, будет, я прямо скажу, зная русских, зная все это, братья у них, обеспечено будет 100%. А тогда дрогнет и следующий план, и следующий восток. Тогда успехи будут до зимы. А если будем по шагу, вот эти все прыжки, это будет и зимой дольше. Николай Григорьевич, благодарим вас за ваше мнение в эфире информационного марафона Freedom на телеканале UA. Продолжим наш же эфир. Единственное напомню, Николай Маломуш, генерал армии Украины, экс-руководитель службы внешней разведки Украины, был с нами на связи.